Вот так вот на фацельке пчелки сидят. Сейчас попробуем сфокусировать. Так вот пчелка. Нектар берет фацелии. С цветочка на цветочек. Сегодня погода нелетная. Дождик накрапывает. 15 июня. Как-то так вот. Это во дворе около уликов. Здесь небольшая часть фацелии. Сейчас покажу, что они у меня вокруг. Как бы так вот. Вот. Ну, на каждой вот пчелка сидит, видно. Сейчас, конечно, мало. А так, вчера вообще гудело все. Там тоже чуть-чуть фацельки вот так посажены за уликами. Так, сейчас пойдем, я покажу, где ее много. Ну вот, фацелия цветет как третий-четвертый день, как она более-менее. Вот видите, все такое фиолетовое. Сейчас поближе подойдем. Вот здесь помидорчики всякое. Всякая всячина. Вот так вот светет. И вот так вот тут. Тут по ложке растут. Почему-то они поздно. Камеры поздно пошли. Холодно, было прохладно. Вот так целый ряд. Здесь аморфочка. Я уже показывал. Вот так вот целька. Уже аморфочка. Здесь обломал неправильно пошло. У меня пришлось обломать. Я думаю, по новой корень даст. Здесь грецкий орех в прошлом году пересаживал. Вот. Такие вот сантиметры уже по 40 с лишним по ложечке. Но здесь сорт почти весь, скорее всего, скорее всего, может единичный попадется. Таминтоза. Обычная войлочная. Павлония. А вот поцелька. Поцелька. Сейчас мы в конец пройдем туда и посмотрим. Вот так вот ряд у меня павловшек будет. Вот так вот. Посмотрим, что получится. Пока что все это эксперимент в наших климатических условиях. Вымерзает она не слишком. Вот насколько она стрельнет. Если 3 метра стрельнет в этом году, то... Хотя была поздняя такая весна. Там он еще в павлоне ряд идет. Вот где вот провалы. Пацелий. Я специально пацелий, чтобы не забивал и валял. Здесь вот тоже там орфочка. Вот тут уже челки. Вчера тут вообще прям гул стоял. А какой аромат идет. Просто обалденный. Ну вот павловшка. Вот моя ладошка. Траву рвал, извиняюсь. Вот. Вот ладошка. Уже больше двух ладошек. Листочки. В основном все такие. Есть, конечно, поменьше сорта другие. Потому что у меня 5 сортов было. Это 9501 гибрид. Z07 войлочная. Томинтоза. Шантонг. И еще какой-то, по-моему. Ну, короче, 5. Если я не произнес все. Пардон. Ну, вот. Единственное, что ее всегда мучают. Вот эти вот все жуки. То светляки, то вот такие вот. Они съедают просто цветок. Просто съедают. Вот такие вот это жуки. Вот эти вот. Они на пшенице бывают. Забыл, как называется. Ну, вот тут и пчелки. Сейчас их не так много пчел. Ну, дождь идет. Вот погода. Сейчас сфокусируем. Вот облачность у меня тут. В моем краю, скажем так. Воронежская область у нас. Бобровский район. Вот. Как бы так. Вот посажен у меня по цели. Там. Ну, там она слабоватенькая. Но она кустисти будет. Вот. Здесь она погуще посажена. Ну, я скажу так, что где-то сантиметров под 80, а то и больше. А она вымахала. Вот. Влаги достаточно было. Вот. Как бы так вот. Такие вот тут пирожки. Так. Сейчас попробую. Спущусь. Через фацелию. Она хрупкая, чтобы слишком ее не ломать. Вот. разбирать приходится. Здесь вот такая вот положка. Здесь я самый хиленький сажал. Уже не знаю даже какие сорта. Вот. Приходится амбросию выдергивать. Проходить. Так. Сейчас мы проберемся и покажем еще кое-что. Доник посходил. Вообще вот. Замучил доник. Вот так вот у меня сажал я когда-то здесь доник. Вот. Вот. Там в желтом цветет от сурепка. А вот так вот доник. Вот. Ну пчелки летают. Не так много конечно. Но вот эти жуки они съедают просто все. Цветок съедает он потом не цветет. Так. Здесь у меня пару кустиков. Пару. Это бобовничек. Или золотой дождь. Раз. Кусточек. Так. Комарей у нас тьмущие. Ну я вроде намазался. Так. Сейчас пройдем. из 10 из 10 это еще у меня. Так. И вот. Здесь вот жарко. Вон трещины у нас такие. Уже жара постояла несколько дней. Вот. Вот такой вот бобовничек. Ну тут небольшой. Сантиметров я не знаю сколько. Если так на вид комари заедают. сантиметров может быть 10 высотой. Вот. Так. Сейчас пройдем. Пройдем. Здесь у нас вот так вот пройдем. Там сапора японская тоже ряд у меня. Сапорки тоже пришлось отваливать по цели вот это вот такая она высотой где-то ну с метра и все вот так вот глянуть. Есть чуть поменьше до 80 сантиметров до 50 так вот здесь картошечки чуть-чуть несколько рядов вот вот чего амброзия вот эта бесит приходится ее вырывать она такая толстая будет плюс молочай вот это все сорная трава но здесь он участок не пахался никогда это я все мотоблоком раскультивировал так мы идем посмотреть дальше нашел нашел я побложку который про которую забыл когда-то тоже сажал и в этом году пересаживаю вот надо убрать немножко так вот вот тоже но это какой-то гибрид не помню какой наподобие 07 хиленький какой-то был вот комарей комарей свидают там где не намазался так идем еще ряд павлоне сейчас дойдем на выход тут я еще забор немножко не доделал немножко а тут совсем не доделал так еще нужно пару столбов копать так вот у нас 07 вот он о нет это 9501 у него края ровненькие так он как 5 пятиконечная звездочка вот ну края ровненькие вот и тут пошли в разнобой тоже его так сажал вообще он какой-то хиленький дальше у нас получше все идет вон павлушка и так далее так но мы павлоне весь ряд идти не будем он так вот до конца вот павлушка сейчас мы перейдем на иводе иводе тоже тоже здесь так только она так только она вот она так вот у нас и водейки я их сажал через не через 3 метра а через 4 метра вот вот и воде сейчас подвижу вот и воде даниэле вот и воде даниэле такие они сантиметров по 20 по 30 где поменьше чуть-чуть вот ну а с той стороны за картошкой я как раз там ряд идет через 5 метров посажен у меня называют сапоры японские вот и воде ну короче вот так ряд и воде идет у меня колышки убиты палочки вот они посажены через 4 метра у меня так короче как-то так приходится подрыхливать иногда приходится поливать вечерком но что сделаешь вот как бы так вот ну вот с этой стороны ботелька она редкая редкая но она вот смотрите начинает как куститься и вот боковые кусты дают дополнительные побеи в принципе один куст он радиусом вот кстати пчелка тоже сидит на поцельке один куст может занимать радиусом до полутора метров падают вот так вот раскидывается ветки плюс опускается дополнительный побей ну вот я могу показать хорошенько так могу показать вот смотрите корень один вот а вот как расходится от корня вот так вот и вот только-только начинает она зацветать то есть это месяц практически ну 25 дней точно она цветет потому что пока вот этот весь рулетики вот эти вот эти раскрутятся на каждом из них цветочек вот как бы так вот и вот по ложке вот вот Z07 его видно тоже пятиконечное но с такими вот зубчиками гибрид вот это 95 01 вот листы в принципе похожи вот тоже пять концов но практически нету вот этих зазубринок таких вот то есть не резной лист по краям горох зацвел оказывается горошек надо у него же полерку какую-нибудь сделать по идее ну руки не доходят сегодня только с водопроводом закончил во дворе то животное вот это больше на шантонх похоже такая более округлые листья такие вот они беззазубринок ровненькие такие вот края вот Z07 но у меня немного было ой чуть на арбузы не стал арбуз где-то все понасажено вот полушка плохо себя ведет как бы но я не переживаю то что выпадет можно будет заменить вот есть чем заменить благо всякой такой ерунды можно и вырастить из семян павлу нелегко из семян растет очень только ее сажать семена раскладывать приходится палочкой зубной сейчас покажу чем заменить прежде чем показать чем заменять буду отсюда кстати я выкопал пришлось на паузу поставить дорога за забором так отсюда выкопал единственное здесь остались какие-то ну пустили тоже пасынки почки я оставил их потому что здесь виноград который вот уже отцвел кстати это синий обычный винный вот уже отцвел вот еще доцветает видно такой аромат когда он цветет как легкий аромат французских духов скажем так а выкопала я их пересадил в другое место там на улице вот почему потому что ну не дает слишком виноград забивает его здесь тоже у меня типа чебуков обрезки эти тоже они там дали ну дали вот такие вот побеги вот с этих с обрезков вот 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 как эксперимент а вот моя королевна вот он вот он шантон огромный такой вот огромнейший здесь ладошка тут больше не то что больше двух все четыре поместится это еще не самый большой лист и в принципе по толщине уже скоро догонит свой 5 сантиметровый ствол вот этот пасынок вот и по высоте он за вот этот грубо говоря месяц с лишним больше метра вырос но мне уже выше пояса мне выше пояса вот такой вот королевский королевский один у меня удачно посадил удачного семечка видать хорошее было ну а здесь у меня просто штук 7 растут обычные это ментоза павлония которая ну где-то уже сантиметров 60 здесь вот 60 здесь 50 здесь вот 50 вот 60 тут поменьше вот тут она вот у нее идет болеет она немножко желтый это у нее получается токсикоз переизбыток либо удобрения либо что-то там может муравьи ее подъедают она и тоненькая вот сантиметров 50 здесь вот убрал листву оставил потому что пасынки пошли давать неправильные а вот эта самая маленькая потому что она в тени она позже всех позже всех проснулись почки вот здесь как бы угол затененный солнышко только после обеда появляется вот так тоже вот ну сейчас покажу сейчас покажу где чем заменить то что должен был уехать в Курск ну потом ни звонка ни телеграммы не знаю в чем причина как бы так вот вот остались у меня тут вот пять штучек стоит вот у нас Z07 таминтоза 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 тоже вот здесь хлорид немножко но здесь я знаю почему хлорид здесь при избыток у меня фосфорных удобрений вот поэтому немножко такой хлорозик вот желтенький потому что я когда в свое время здесь селитрой вот убивал вот этот пенек клен иначе его не выведешь если видно даже была сетка он сетку всю порвал врос в нее как бы так ну и плюс вот здесь вот тоже у меня несколько сортов он режем 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 режет виноград обрезает тут мать мущая он прет дуром вот у нас скорее всего шантом какой-то не вот шантом вот шантом Z07 вот это вот 95 01 ну в принципе они похожи все эти гибриды вот а какой-то из них должен быть FTE то есть Fortunato Tomenosa и Elangato по-моему как-то так или Elangato вот тоже гибрид вот 5 5 гибрид здесь тоже кстати вот чебучки растут вот они тоже пустили если сейчас я приоткопаю не буду приоткопать там короче тоже пустили они почки плюс катальпочка это сорт прекрасная катальпа вот такой вот уже побег тут виноград ее начинает здесь такой розовый сладкий сладкий виноград вот тоже уже такой листочек побег и вот чебучки тоже вот чебучок и вот чебучок ну обрезок то что с технического среза делал вот видно что он идет как бы растет плюс плюс вот такие уже некоторые катальпа вот здесь вот сейчас сорт помню бегонии видны вот здесь почти весь ряд сто с лишним штук бегонии видны но я сажал не так неровно рядами вот вот некоторые прекрасные экземпляры вот такие высотой нормальные вот и доходят они вот до суда вот тоже приходится иногда поливать досуда а здесь у нас катальпа великолепная или прекрасная по-другому и вот тут чуть-чуть у меня вешалки как бы вот некоторые начинают такого цвета приобретать то есть объем цвет сейчас еще покажу то что я побеги лишние убирал и пробовал укоренять ну некоторые скажем так наверное дали корни потому что чувствовать себя это просто у меня грунт был где я выращивал там и все и воде и все ну короче поставались в контейнерах вот например великолепно уже месяц стоит вот вот видно что листочки свежие вот вот тоже как бы так вот все понемножку растет как бы так единственное что у меня почему-то я так и не понял почему вот вот это самое вот здесь кстати вот нуклеуса здесь матка еще не сеет парочка нуклеусов уже сеют у меня нормально а здесь у меня акация как же она сейчас помню вспомнил маки листочки она почему-то у меня посбрасывал начали засыхать еще в доме когда не выносил но штамбы зелененькие штамбы как бы зелененькие сами по себе вот то есть они не сохнут ничего все нормально вот это слишком перезаглубил надо как-то немножко приоткопать вот но есть перспектива вот например вот здесь вот я сейчас попробую сфокусировать вот видно что лазит листочек вот как там так вот сделать вот так вот вылазит листочек ну а так вот они стоят они зелененькие но листвы нет видно что зеленый ствол вот я надеюсь видно как бы так вот тут у меня зашли ничего не взошло короче что-то взошло потом все погибло так ну здесь у нас 1406 я проверял уже матка сеет молодая шпарит еле нашел ее оказывается она попку в ячейку засунула вот она пока еще не метил и не видно голова торчит я думаю да где же матка здесь вот у меня маточник стоит просто вот тоже нуклеус так ну а вот такой вот редкий орех уже бабах ну вот тоже во дворе катальпочка там еще одна в другом месте посадил перед уликами но это я уже показывал как бы так какая ситуация по пчелам так здесь матка не смотрел сеет не сеет точнее не вспомню вот ну матка тут молодая есть вот это то что у меня была воспиталочка восьмирамочник так здесь вчера весь ряд прошел весь ряд прошел пересадил всех 145 корпуса через ганиманку маток вот потому что очень плохо поднимаются вот скажем так ну некоторые нормальные но все равно чтобы немножко как бы полуосеротение было это своего рода эксперимент ну нормально получается вот они начинают себе в одном правда нашел самоосменный маточник оставил как бы внизу один единственный маточник матка шпарит хорошо 8 рамок расплода вот и пчелы нормальные расплоды есть потому что было куда сеять сейчас идет вот этот поддерживающий взяток скажем так для этого и сею фацелию вот немножко развеивается пчелы уже больше 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 становится вот скажем так вот маток старых потом голову им пооткрутим наверное или пораздадим кому может нужно будет некоторые вот обращаются силоводу кого-то мотруд не вела хотя у меня тоже вот доигрался один хвост очень сильный был и отруд не вел вон рамки висят теперь потому что переплавку вытащил все оставил только ващину там вот оставил только ващину и сегодня что я сделал не сначала тут матка была матку потом отдал я человеку нужен был вот и здесь так стук трутин сидит трутня выгоняют потихонечку да трутня выгоняют вот так вот трутня еще и подрезаю вот здесь у меня тоже была матка и убрал в рутовском корпусе тоже там ганеманка после после 300 ганеманка 145 вот и рут идет и короче в руте матка поработала там 4-5 рамок насеяла и сейчас свечевые маточники чтобы не мучиться своим зрением проще вырезал поставил все дела вот как бы так все нормально получается так здесь у нас облеталась неплодка вон 1-го 0-6 вышла 6-го 0-6 сеять она уже быстро облеталась пчелы было много хорошо я поменял местами корпуса теперь молодая матка здесь внизу сидит работает а вверху там старушечка у меня короче работает вот подсеивает потом ее тоже уберем вот как бы так вот ну такие пирожки и так вот тоже нуклеус когда я вчера проверял да сеет написано 14-06 сеет облетелась так здесь у нас молодая уже матка в этом улике там тоже молодая вот там дальше 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 вот там как бы так вот все развернутые просверлил и отверстия где не было просверлены вот и везде тут сидят старушки матки они в принципе их через ганеманку к ним ползают чувствуют их вот плюс сейчас идет принос нектара небольшой я не знаю поскольку вот какие получи какие похуже нет у меня весов так скажем так то что они тянут вощину это хорошо а на вощине я обычно ну сейчас покажу вот если вот на проволоку проволочка идет беру 145 и там пару сантиметров вот так вот полосочку отрезаю и все больше нет все остальное строят пчелы сами вот как бы так если идет принос до полукилограмма это примерно так где-то и есть я так думаю вот то строительство идет великолепно то есть грубо говоря сажаешь матку матка сеет хотя бы одну рамку вот начинает засеять и все и начинает строительство обалденно грубо говоря отстраивает матка засеивает три рамочки делишь их между вот этими новощиненными с полосками за ночь успевают отстраивать рамку то есть оттягивает полностью свои овощины получается практически ну два сантиметра там 14 с половиной общие вот и посмотрите сколько 12 сантиметров они тянут своего воска как бы так ну на этом вот все всем да вот в этом молодая стоп вот в этом молодая матка все сеет все нормально вот на старой надписи можно не смотреть это корпус я менял уже заменял так так вот здесь вот у нас вот здесь вот у нас тоже стоял 14 рамочник вот такой вот я пересадил 10 рамочник поставил рутовский магазин как раз пару рамок рутовских доставил вот а там у меня были и 300 и рутовские рамки вот как раз получилось 300 корпус то есть 10 рамок вот и 10 рамок рута здесь сидят бездельничают вот потому что погоды нету так очень хорошо работает моя злючка которая не знаю теперь она теперь не злючка вроде как вверху должны сейчас вывести себе тоже матку внизу тоже матку вот и все и пусть две матки бодаются одну потом заберем вот как бы так вот на этой ноте мы наверное завершим и так уже полчаса на ляля всем пока пока до новых встреч с вами был Андрей Ясенковская пасека ясенковская ясенковская Продолжение следует...